В этом выпуске мы продолжим поиски последних двух святилищ Узнаем, что дед не тот, кем кажется Пришло время рассказать тебе, кто я на самом деле Древние машины пробудятся после длительного сна Вот же ж блин, мост поломан Это единственный мост, который приведет меня к святилищу А еще мне чертовски холодно У этих боблинов есть казан, надо бы их спугнуть А ну пошли прочь с этого места О, я не знал, что железным контейнером можно мочить гоблинов Ах, это было больно камушкам по голове Хочу попробовать скинуть этот контейнер на голову Хе, прикольно вышло О, так они еще и сундук охраняли Янтарь, использую для изготовления украшений Поскольку мы снова возвращаемся в зимний биом Нужно приготовить еды, которые нам не даст замерзнуть Узнал, что металлические контейнеры можно ломать Для этого их нужно просто поднять повыше и сбросить В них тоже спрятаны полезные вещички Наткнулся на интересное строение бобоблинов Раньше я такого не видел А также мне показалось, что у них есть часть моста Который поможет мне переправиться через реку Решил немножечко припугнуть этих свинот Ну и естественно отжать часть моста Первый снорад мимо Второй точно в цель И минус один вражина Есть одна проблемка Дело в том, что забраться на это дерево я никак не могу Потом до меня дошло, что вот эта часть моста Которая, я думал, мне поможет перебраться через реку Это и есть мост, который позволит мне забраться на дерево Слишком все запутанно Короче, этот мост предназначен для того, чтобы взобраться именно на это дерево И больше ни для чего Но, чтобы его опустить, нужно было поджечь веревки Которые его держали в приподнятом состоянии Наверху меня, конечно же, встретил директор свинот Сломал об него костяную руку моего другана Из прошлой серии Упал с постройки и ударился головой Вспомнил про лист, который может сдувать легкие предметы Решил попробовать на этом толстом свиннике Сработало Но в конечном итоге, немного перекусив Завалил его стандартным мечом Толстый попался кабанчик Охранял этот кабан обычный сундук В нем был янтарь А в другом ящике мне попались стрелы Наконец, дошел до разбитого моста Настало время отведать незамерзайки Ну вот, теперь дела получше Можно бродить по зимнему биому С мостом все оказалось гораздо проще, чем я думал Рядом с ним валялась длиннющая металлическая конструкция Которая помогла мне восстановить мост Надеялся, что спокойненько добегу до святилища Но не тут-то было Огромные снежные валуны Которые пускали свиноты Хотел с ними нормальненько так подраться Но все пошло опять не по плану Они подорвали себя Ну что сказать, шальные свиньи Любят все пометать Будь это камень или пороховая бочка Им по боку Наконец-то я добрался до святилища Святилище Кенамут Ой-ой-ой, я кажется замерзаю Надо валить оттуда Давай скорее Скорее заходим в святилище Ледяные столпы Святилище Кенамут Неужели мы сейчас научимся с тобой замораживать воду? Ладно, давай сейчас узнаем Крионис Создает из воды блоки льда Ооо, да я почти был прав Врубаем наш с тобой Крионис Ооо, это то есть я вот такую сейчас голубу льда заморожу что ли? Ну попробуем Ничего себе Вот это прикольно Ладно, разбираемся Опа Черт, я весь промок до нитки Ты посмотри, с меня вода капает Где это я так умудрился? Ладно, не важно Сейчас обсокну В общем, здесь Что это? Какого лишнего? Ааа, я кажется догнал Как это все дело поднять? Смотри значит Нам нужно накастовать здесь лед Он же из-под низу получается Формируется Значит он должен поднять эти решетки Ну-ка Ну да Это все пока легко и просто Думаю следующие за... Ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ого, женьки Не-не-не-не Убегаем, убегаем Сейчас мы его бомбанем У меня тут есть кое-какие стрелы Значит берем лук И заряжаем огненные стрелы. И сейчас подожжем вот эту металлическую конструкцию. Гори-гори, ясно. Смотри, какая с него приблуза вывалилась. На пружину похоже. Древняя пружина. Приходится. А вон там он, Сундучелло, спалил его. Сейчас залезем, заберем. А, так просто не подняться. Короче, мы сейчас глыбу льда сформируем прям под собой. Ой, смотри. Опа. Это ж просто гениально. Отличная мысль была. Открываем себе сундук. И получаем походное копье. Надеюсь, оно нам пригодится. Ух ты, какое оно. Сразу в руки взял. Посмотри. Копыщик какой. Хм. Какой странный механизм. Похожий на качели. Попробуем прыгнуть. Не перевешивает. Мне кажется, что сюда нужно закатить каким-то образом. Каким-то образом. Глыбу льда. Только как это сделать? А-а-а. Глыбу льда сформируем под вот этой каменной плитой. Значит, заморозить. Ага. Она приподнялась. И теперь мы можем спокойненько взобраться. Есть контакт. А вот, собственно, и сам хранитель святилища. Сфера духа получена. Все. Третьего деда расщепили. Теперь, по идее, мы должны получить параплан. А-а-а, блин. Снова холод. Я же здесь замерзну. Надо что-нибудь сожрать. О-о-о. Да посмотрю, у нас целых два блюда есть. Острый фрукт-микс. На три минуты дает антифризу. Вот его-то и сидим. Кушаем. Ну вот. Уже получше. Так. Нужно отсюда сваливать. И сваливать к дедуле. Как ты думаешь, где он может быть у себя в деревянной своей халупе разваливающейся? Или на охоте в лесу? В любом случае воспользуемся камнем Шика и телепортнемся вот сюда. В башню-плату. Переместите нас, пожалуйста. Первый раз воспользуемся телепортом. Нифига себе, как так красиво. Меня расщепило, кажется. О! А здесь и дедок нас ждет. Нашел святилище? Если забыл, что как делается, загляни в меню паузы. Блин, дед, мне это совсем не нужно. Я знаю, как чего управляется. Мне нужен параплан. А знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что святилища-то не три, а четыре. Дед нам сказал, что на плата есть еще три святилища. Это он нам сказал, когда мы вышли вон из того святилища. То есть получается, всего святилищ четыре. И ты мне об этом писал в комментарии. И четвертое святилище находится вон там. А я тоже губу раскатал. Что я сейчас параплан получу? Ну что ж, путь тогда держим туда. Хьюстон у нас проблемочки. Мост разрушен. Придется, кажется, прыгать, да? Ладно, попробуем. Возьмем разгончик. И надо прыгнуть вот с этого угла вон туда. В тот угол. Это сложно будет. Но я попробую. Погнали. Какое ты копье достал, на кой черт? Повезло, блин, что не разбился еще насмерть. Думаю, что в этот раз я рисковать не буду. Дистанция довольно-таки большая. Мы сделаем с тобой вот так вот. Сейчас. Слезем аккуратненько вот так. И попробуем сделать прыжок. Только вот непонятно, прыжок в какую сторону он сделает. Давай, эльф, не подведи. Прыгай. Вот так вот. Наконец-то третьи попытки получилось. Ох, мои корявые ручечки-пальчики. Или это, может быть, ножички нашего эльфика корявенькие. Ху-ху. Эм, где это святилище? Я их был где-то. Вон, вон, вон. Вижу. Вон оно торчит. Оранжевеньким светит. Так, я не понял. Что происходит? Ой-ой-ой-ой. Он еще живой, что ли? Он в меня сейчас стреляк будет? Беги, мальчик, беги. Прячься в кусты. Эм, я даже не знаю. Может, ему в глаз пульнуть? Давай попробуем огненной стрелой. Посмотрим, что будет. Офигеть, как ты вообще жив еще остался. Я ему дамаг наношу. Значит, можно его грохнуть. Давай возьмем ледяные. Посмотрим, как на него ледяные действуют. Так. Эй, Чунгачкука, развернись. Я здесь. Прямо в глаз тебе. Вот так вот. Ледяной как-то не очень действует на него. Давай попробуем на него с копьем напасть. Вначале мы, короче, стреляем в него ледяной стрелой. Давай, поворачивайся. Да здесь я. Возьмем копье, тихонечку на него нападем. Вот так вот тебе. Колбась его! Он нас палил. Бежим, 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 мальчик. Ух, нифига себе он жарит. Если бы мне эта стенка... Я бы превратился в пепел. О-о-о-о-о! Нифига себе ты! Жесткий. О, слушай, у нас же есть железная кувалда. Тогда будем так вот кувалдой мочить. Беги, мальчик, беги! Да не туда! Ай-яй-яй-яй-яй! Как это было больно, блин! На кой черт ты на стенку полез, а? Давай-давай-давай-давай! Чуть-чуть осталось! Так, отбегаем. Пока у нас целится стрел... Лук, стрел нету! Ой-яй-яй-яй! Ух! Ух-ух-ух-ух-ух! Как-то у меня стрелы закончились. Последние удары наношу! Е-е-е-е! Сейчас он бомбанет. Нифига себе! Сколько с ним шестеренок увлелась, ты глянь! Древние винты. Это что, это древняя шестеренка? Ушатал полуразломанного гигантского робота. А прикинь, если бы он был целый? Мне кажется, я бы не выжил. Здесь у нас глыбы камней преграждает нам путь. Что ж, не проблема. Сейчас залезем. Вот так вот. А вот и, собственно, святилище. Вот теперь-то точно. Это последнее святилище. Взрывная сила. Ого, сразу две ячейки. Телебомба. Можно взрывать на расстоянии. Взрыв разрушает предметы и наносит урон монстрам. Бомбы бывают кубические и круглые. Выбирайте по ситуации. Круто! Я теперь подрывник! Мне кажется, что нужно было сперва в это святилище забежать, а потом убивать того босса. Знал бы, лучше бы сперва сюда зашел. Ладно, давай попробуем бомбануть эту стеночку. Кидай. И подрывай! Ооо, вот это мощь! Перезарядка бомбы идет. Но это не важно. Бомба-то у нас все равно бесконечная. У нас есть две стенки. Здесь и здесь. Давай попробуем сделать бомбу квадратной. Посмотрим, что из этого выйдет. Одно туда. А квадратную сюда закинем. Две бомбы. И они сейчас разом должны бомбануть. Сейчас проверим. Так, одну взорвали. Вначале вот эту. А теперь взрываем. Ааа, надо выбрать вот эту, да? Так, ладно. Подрыв! Все, я понял, как это работает. В общем, для каждой бомбы свой пульт. Ну-ка, Сингучело. Дай-ка мне крутую вещичку. Походный клеймор. Отличный мяч, между прочим. Пригодится. Что у нас тут? Ага. Хе-хе-хе. Значит, забегаем на платформу. Путь расчищен. Это хорошо. Платформа, которая играет в боулинг. Эээ, в волейбол, что ли? Ага. Давай-ка мы этот шарик попробуем забрать. Вот так. Хе-хе-хе. Шарик свиснул. Это что тут за горн такой? А мне кажется, сюда нужно гранату поместить. Сейчас мы ее накастуем. Так. Она сейчас полетит вон туда. Взрываем все это дело шикарно. Есть. Короче, смотри, там вон сундук есть. Мы сейчас попробуем встать на эту платформу и запульнуть самих себя. Оу. Ништяк получилось. Янтарь. А, черт, не долетели. Ладно, поднимемся по лизинке. Ладно, поднимемся по лизинке. Дедок, я пришел. Отдавай мне сферу духа. Я слышу смех дедули. Откуда он узнал, что я собрал? Что я побывал во всех святилищах. Что ж, ты посетил все святилище на платой. Получил сферу духа. Это прекрасно. Вот и настал момент, Линк. Тебе пора узнать правду. Я все расскажу, но не здесь. Я думал, он сейчас скажет. Линк, я твой отец. Открой свою карту и соедини противоположные святилища линиями. Приходи туда, где эти линии пересекаются. О, загадочки, загадочки. Ты все понял. Туда, где линии пересекаются. Окей, дед. Ты посмотри, он меня опять киданул. Что ж такое, он мне должен был параплана дать. А теперь мне еще куда-то свистоплящить. Какие-то линии, которые пересекаются. Ладно, давай попробуем соединить. Вот святилище, оно пересекается с этим святилищем. Середина где-то тут. Потом это святилище пересекается с этим святилищем. Центр пересечения всех этих святилищ получается в храме времени. Давай здесь меточку поставим, вот такую вот звездочку. Это все нафиг надо убрать, чтобы меня не путало. Ну, вот, собственно, мы и дошли до храма. Что тут только непонятно. Давай-ка попробуем подняться, может там что-то любопытненькое есть наверху, я не знаю. Ага, смотри! Алтарь как засветился. Что ж, давай помолимся. И озарился этот алтарь светом лунным. О, тот, кто проходит испытания и получает сферы духа. Я дам тебе свое благословение. За четыре сферы духа я дам тебе то, что пожелаешь. Ого, алтарь со мной торгуется, ты прикинь. Он может нам дать капсулу сердца, капсулу энергии. Или мне ничего не нужно. Ну, это было бы глупо сказать, мне ничего не нужно от тебя. Но я возьму, скорее всего, капсулу сердца. Тебе нужна капсула сердца? Да, я хочу капсулу сердца. Да будет так. И? Сердце с неба свалилось, ты посмотри! Какое оно огромное, больше, чем моя головинь. Капсула сердца. Господи, какая музыка сыграла классная. Благодаря этой капсуле вы получите одно дополнительное сердце. Отлично, оно мне пригодится. Сердечко появилось. Классно, спасибо тебе, алтарь. Ступай и восстанови мир в Хайрули. Я опять слышу этот смех. Смех дедка. У-у-у, куда он собрал, смотри. Ну что, вот ты и получил благословение богини. Забирайся сюда, да поскорее. Неужели ты мне сейчас дашь этот параплан и мы полетим с этой крыши? Так, а как нам лучше всего туда взобраться, слушай. Дедок, а может ты меня телепортнешь, а? Я уверен, что ты туда добрался именно таким путем. Блинский, да я ж сдохну, пока туда поднимусь. Это капец как высоко. О, хотя смотри, тут нога робота вот так вот торчит. Может быть я по ней смогу вскарабкаться? Давай попробуем. Опа. Так, значит. Теперь давай по ноге. Ох, сколько как. Очень скользко. Интересно, он сможет это преодолеть? Точно получилось. Ништяк. Так, попробуем сейчас залезть вот сюда. И прыгнуть вон на те обрушившиеся глыбы. Падаем, падаем. Фух, успели. Опасно было. Дедок, я взобрался. Я осилил это. Где ты? А где дед? Я не понял. А, вон он сидит. Нифига себе, там и сундук есть. Я и не знал. Вот это секретище. Хо-хо-хо-хо. Неплохо, неплохо. Думаю, пришло время рассказать тебе, кто я на самом деле. Ромбос Форамос Хайрул, мое имя. Я последний король Хайрула. Королевство, которое погибло. Король Хайрул, я знал, что ты непростой дед. Я уже тебе рассказывал. Сто лет назад нас постигло великое бедствие. И тогда, именно тогда я и погиб. Теперь я лишь бесплотный дух, витающий над землей. Я хотел, чтобы ты немного пришел в себя. Вот поэтому я и решил принять облик старика. Прости меня. Сейчас ты узнаешь все о том, что произошло тогда, сто лет тому назад. Истинное обличие Ганнона, короля демонов, это воплощение чистой злобы. Это древнее зло пришло в наш мир в незапамятные времена. Шли столетия, и постепенно он превратился в персонажа сказок и легенд. Но однажды придворная прорицательница изрекла пророчество. Ганнон вернется, так говорит мне земля. Она же хранит то, что поможет его одолеть. Поверив пророчеству, мы сразу же приступили к раскопкам. Нам удалось обнаружить многочисленные машины, созданные нашими далекими предками. Чудища. Четыре огромных управляемых механизма в виде животных. И стражи, механические бойцы, которые могли сражаться сами по себе. Все это подтверждало правдивость древней легенды о принцессе, исполненной силой для победы над тьмой. И герои, избранным великим мечом, сокрушителем зла. С помощью машин они одолели короля демонов давным-давно. Сто лет тому назад в Хайруле тоже была принцесса и умелый рыцарь. И поэтому мы решили пойти по стопам наших предков. Мы выбрали лучших жителей Хайрула с особыми умениями. И каждый должен был управлять своим чудищем. Чтобы укрепить боевой дух отряда, мы нарекли их воинами. Мы верили, что при поддержке пяти воинов принцесса справится с Ганном. Но он оказался намного коварнее, чем мы могли себе представить. Он поднялся из глубин прямо из-под замка Хайрул и обратил стражей чудищ против нас. Погибли те, кто были в замке и воинов чудищах. Герой, защищая принцессу до самого конца, был смертельно ранен. Да, вот так Ганнону удалось уничтожить наше прекрасное королевство. Однако, принцесса выжила. Она в одиночку бросила вызов Ганнону. Линк, все в твоих руках. Ты наша последняя надежда. Последняя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok